А после Карабаша губернатор отправился в Кыштым. Недалеко от города, в поселке Тайгинка, работает единственный в стране ГОГ по добыче графита. Предприятие известно не только в России, но и в Европе. Из его сырья делают аккумуляторы, карандаши и огнеупоры. А отходы производства чистый песок до сих пор никак не использовались. А мог бы пригодиться и на строительстве дорог, и при благоустройстве дворов. Подробности в сюжете Антона Зубкова. За моей спиной карьер Тайгинского горно-обогатительного комбината. Здесь добывают графит, и это единственное подобное предприятие в России. В год здесь добывают 12 тысяч тонн сырья. Графит используют для производства огнеупоров на металлургических предприятиях, а также для производства карандашей и аккумуляторов. Свою продукцию комбинат поставляет не только на промышленные предприятия России, но и в Европу. Это 10% всего добываемого сырья. Кроме того, основные покупатели, конечно же, южноуральские металлургические предприятия. Это осадка магнезит и ММК. В ближайших планах модернизация предприятия. На нее необходимо потратить около 350-400 миллионов рублей. И модернизация позволит добывать и производить чистый графит. Применяет атомная промышленность. И, к сожалению, на сегодня наше предприятие такую продукцию не может выпускать. И все наши предприятия, которые что-то связаны с применением сверхчистых графитов, они берут, покупают в Китае. Сегодня с рабочим визитом предприятие посещает губернатор. Борису Дубровскому показывают процесс добычи, очистки, дробления, то есть так называемого обогащения графита. Кроме того, губернатор и руководство компании обсуждают несколько вопросов, в том числе расширение производства до 25 тысяч тонн графита в год. Сейчас, я напомню, это 12 тысяч тонн графита в год. Кроме того, губернатору покажут и так называемые хвосты. Это отходы производства. Здесь это песок. И его можно использовать при строительстве дорог, а также различных зданий. Самое крупное техногенное месторождение, наверное, на Урале, где находится порядка 7 миллионов тонн мытого песка. Он обладает уникальными способностями за счет гидрофобности своей, что он не впитывает влагу в себя. И для нашего региона в зимний период это самая, я считаю, нужная вещь. Сейчас на предприятии работает около 300 человек, а сам ГОК был создан в годы войны. В 1942 году сюда из Украины эвакуировали производство и начали добычу графита. По словам специалистов, запасов сырья хватит еще на сайте.